Ну что ж, мы идем далее, а у нас сегодня продолжение управления IT-инфраструктурой от А до Я, управление хранилищами данных, часть вторая. Мы сможем, запись ведется. Итак, мы сегодня с вами рассматриваем продолжение и о чем мы с вами поговорим. Ну, во-первых, немножечко поговорим о файловых системах, вспомним наш дорогой любимый FAT, далее NTFS, ReFS, под ним пару слов поговорим, после этого просмотрим на свойствах файловых систем, таких как NTFS, ReFS. Поговорим с вами по работе с квотами, немножечко поговорим о безопасности, далее рассмотрим продукт, который почему-то, по моему мнению, незаслуженно обходится стороной, файл сервер ресурс менеджер. И в конце поговорим, естественно, о Volume Shadow Copy сервисах. Итак, идем немножечко в прошлое и поговорим, вернее так, я напоминаю, что ранее у нас, когда был Windows DOS, поддерживалась файловая система FAT16. И, в принципе, когда Windows 95 шел, у нас шла файловая система FAT16, грубо говоря, файлы короткие, имена прозволялись, 8 символов имени файлы, 3 символа в расширении, плюс парочка атрибутов, позволялась, такие как Read Only, на модификацию файлов. Далее, в Windows 95, в Windows 98 появилась поддержка FAT32, файловая система FAT32, которая добавила некоторые моменты, такие как, во-первых, поддерживаемый размер тома увеличился, Далее, появилась поддержка длинных имен, то есть мы уже не были привязаны к таким вещам, как длинные имена, ну и количество файлов на диске увеличилось. Фактически все оперировалось чем? Размером кластера, который оперирует операционная система Windows. Далее, у нас появилась файловая система New Technology File System, NTFS, о которой мы и поговорим сейчас немножко, буквально. Размер кластера у нее от 512 байт до, ну вот тут вот обычно 4 килобайта, но на самом деле она и больше бывает, мы сейчас поговорим об этом. Далее, какие важные моменты произошли? В отличие от всех предыдущих систем, она имеет несколько другую структуру. Какая же структура? Ну, во-первых, если ранее у нас было в чистом виде файла Location Table, то теперь у нас появилась Management File Table, MFT, зона, в которой у нас пишутся записи насчет файликов. Мы сейчас с вами рассмотрим как. Так вот, в данном случае, во-первых, у нас отслеживается сама вот эта зона, где ведутся записи MFT, информация о каждом файле, который хранится у нас на дисковой по системе. Плюс в дополнение у нас есть маленькая еще зона, в которую копируется с точки зрения резервной копии 16 последних MFT записей из основного MFT файлика. Что из себя все представляет? Когда мы говорим об MFT-таблице, это не что иное, как некий файл, размер которого может быть от 1 до 4 килобайт, в зависимости от того, какой размер кластера мы выберем. Далее что? Я напоминаю, что каждая запись, она отдельная. Каждая запись описывает отдельный файл. Тут маленькую оговорку я хочу заметить. Если файлик менее полутора килобайт, точнее 1500 байт, то само содержимое файла, все данные могут быть записаны непосредственно в MFT-таблице. Не информация о файлике, а непосредственно полностью и данные могут там, в случае, если он менее 1500 байт. Идем далее. Да, сегодня же в YouTube выложу, не переживайте. Далее что? Starwing, извиняюсь, исправлю. Когда мы говорим о записи, об MFT-записи, я чуть-чуть сейчас буду сокращать некоторые моменты, такие совсем глубокие. Что она из себя представляет? Она из себя представляет стандартная запись, имя файлика, которая из себя расширяет, далее заголовок, сколько блоков он будет занимать. И далее пишет, условно, какие блоки, начиная с блока 20-го в моем случае. С блока 20-го. Простите, господа, презентация идет или не идет? Все, супер. А то спрашивают, я испугался, что не идет. Когда мы говорим о размерах, в данном случае пишется, данные идут в блоке с 20-го, 4 блока занимают. То есть, система будет читать с 20-го блока 1, 2, 3 по 23-й. Далее у нас идет, пишется, 64-го, 2 блока занимаются. Далее с 80-го, 3 блока. Далее пусто. Но иногда бывают большие файлы и в случае, если они сильно у нас, грубо говоря, сильно дефрагментированы, в этом случае одной записи может не хватать в МФТ. В этом случае МФТ записи будут выглядеть следующим образом. Одна основная запись, а потом в конце нее будет идти ссылка на другие записи. Вот в данном случае со 2-я, 105-я это продолжение, вот этой 102-й. Если не хватило данных по записи в МФТ записи, продолжается, как у нас в случае со 108-й. Итак, ну а теперь будем уже говорить далее. Когда мы говорим об НТФСе, когда мы говорим об НТФСе, господа, ну давайте так потихонечку, не спеша. Какие основные функции НТФС какими функциями обладает? Ну, первое, понятно, журналируемость. Мы уже это посмотрели. То есть у нас, вернее, в дополнение у нас ведется журналинг. Когда мы говорим о журнале, у нас каждые действия на файловой системе, которые производятся, выполняются следующим образом. В журнал пишется информация о том, в каком блоке будут какие изменения производиться. После этого фактически производятся изменения. И по окончании в этом журнальчике прописывается информация о том, что изменения успешно выполнились. Данного функционала в ФАТе абсолютно не было. Далее идем. То есть для чего это нужно? Если у нас в процессе изменений произошел краш, и система перезагрузилась, вы выполняете чек-диск, она обнаружит в журнальчике о том, что... Либо даже без чек-диска при перестарте она обнаруживает, что есть незавершенные транзакции, незавершенные действия на файловой системе. После чего она в соответствии с журнальчиком завершит. Либо если в журнале было незавершенное действие, а оно на самом деле успешно выполнилось, в этом случае в журнале просто-напросто поставится коммитмент, что действие успешно завершено. Благодаря этому в НТФС гораздо лучше поставлена, гораздо лучше работает отказоустойчивость по сравнению с ФАТом. Пардон. Ну а теперь мы идем далее. Я теперь подключаюсь непосредственно к виртуалочке своей, и уже дальше будем работать непосредственно с нашей файловой системой. Итак, я говорю, я хочу подключить нам для демонстрации вот эту программу. Господа, открылась у вас на экране десктопчик небольшой? Есть. Хорошо. Тогда продолжаем. Итак, когда мы говорим о файловой системе, я напоминаю, вы можете любой том, с которым работаете, когда вы создаете, то есть тома мы на прошлой неделе рассматривали. Теперь мы поговорим о том, что я хочу делать. Когда мы выбираем о том, что я хочу, я хочу обратить ваше внимание. Сперва у нас спрашивается, какую файловую систему вы хотите использовать. Значит, на операционных системах старых нам предлагалось FAT и либо NTFS. На Windows 8 предлагается NTFS либо XFAT. На Windows сервере 2012 R2 нам предлагается три файловые системы. XFAT. XFAT нам оставили для обратной совместимости, если мы хотим форматировать, предположим, флешку. То есть она опционально подходит прекрасно всего для форматирования флешки, которую вы впоследствии будете использовать, например, не на майкрософтовских операционных системах. Когда мы говорим о NTFS, в данном случае понятно, NTFS-овая файловая система будет. Когда мы говорим о ReFS, появилась еще и ReFS-файловая система. Resilience File System. Фактически, когда мы говорим о ReFS, в данном случае это не что иное, как расширение NTFS. Но в чем его расширенность? Если раньше мы делали какие-то изменения в области данных, в этом случае у нас в журнале велась информация о том, что мы делаем. После чего делались непосредственно в блоках изменения. В ReFS немножко изменилась структура и изменения над файлом делаются не в той же области данных, а в другой области данных. Для того, чтобы можно было откатиться, грубо говоря, назад. То есть вот основное отличие по ReFS. Я напоминаю, ReFS поддерживается только операционной системой Windows Server 2012. 2012 R2. Теперь пару моментов. Когда мы выбираем файловую систему, ну в данном случае, да. Когда вы выберете ReFS, я сразу же хочу напомнить, что в ReFS у вас большинство функционала, который доступен в NTFS, работать не будет. Такой, например, как компрессия исчезнет. Такой, например, как junk link исчезнет. Такой, например, как шифрование, о котором мы сейчас поговорим, тоже исчезнет. Поэтому я буду говорить об NTFS. И вот тут важный момент. Allocation unit size. Нам предлагается выбрать, какой размер кластера я хочу выбрать. Предлагается default. Default, господа, это какой у нас размер кластера? По памяти кто скажет? Так, 4, 4К. Ну, совершенно верно, 4К. Но на самом деле не совсем все правильно. Те, кто ответили 4К, правы. Те, кто ответили 8К, ну, тоже правы. В чем же разница? В чем же разница? Разница заключается в том, дефолтный размер будет определять, какой размер в зависимости от того, какие у нас, какой размер тома. Если размер тома у нас более 16 терабайт, то в этом случае дефолтный размер кластера будет 8К. Но если меньше 16 терабайт, то будет 4К. Итак, на что же влияет размер кластера? Если мы говорим о перформансе, в данном случае, чем больше я размер кластера поставлю, тем более производительная система будет. В случае, если у меня большая фрагментация. Ну, например, представьте себе, у меня есть большой файлик, который я разбил на 512 байт и раскидал по диску. В непонятном совершенно, абсолютно непоследовательно. В этом случае у нас получится ситуация, что диску придется огромный, вернее головке приходится много раз проходиться по диску, чтобы считать необходимую информацию. Если же я поставлю 64К, в этом случае файл размером, допустим, 128 килобайт, только лишь будет 2 прохода по диску. То есть гораздо быстрее скачивается информация. Более того, более эффективно, но с другой стороны, более эффективно использование дискового пространства, чем меньше размер кластера. Фактически получится, если у вас маленькие размеры файликов, то лучше делать маленькие размеры кластера. Фактически, если у вас файлик будет занимать, предположим, ну вот как у меня, 1024 килобайта, а я подставил размер блока 4096, то в этом случае на диске будет отгрызено дисковое пространство 4096, так как остаток не будет записан под другие файлики. Теперь идем далее. Идем далее. Когда мы говорим о больших размерах, обратите внимание, вот тут у меня идет Enable File and Folder Compression. Такая галочка замечательная. Мы о нем поговорим. Так вот, если вы выберете 8 и выше, я не знаю, видно вам или не видно, эта галочка стала серой. Я не могу уже использовать ряд функций, такие как компрессия при размере кластера 8К. Поэтому рекомендуется использовать, если вы хотите полноценный функционал использовать с максимальной производительностью, используем 4096, либо же, если у вас до 16 терабайт, дефолтное значение ставите. Хорошо. Вот идем, мы создаем теперь том и дальше мы с ним поиграемся. Будем с этим томом играться. Что же у нас далее? Давайте поговорим, какие у нас еще функции. Ну, вы уже, наверное, заметили. Первое, что у нас есть, это компрессия, поддержка компрессии. Да, вы можете говорить, что я хочу, вот у меня файлик тут какой-то, создать под каталог свой. New Folder. Я поставлю Folder 1 и сделаю Folder 2. Когда вы указываете такой параметр, как компрессия, это означает, что в Windows система на лету будет те файлы, которые находятся внутри этой системы, компрессион, будет их сжимать. Причем компрессия разная в зависимости от типа файла, который я буду использовать. Например, для документов, не те, не офиса 2010, 2007 и выше, которые уже используют сами по себе компрессию, а просто текстовые документы, там компрессия может, вот тексты файлики до 80% компрессия. Если мы говорим о обычных док документах, тут где-то 50%. Если бинарники, мультимедийные файлы, они практически не компрессируются. Поэтому обращаем внимание на это. Идем далее. Следующий момент, который я хотел бы обратить внимание, это джанкшены, либо линкование. Что такое линкование? Вы можете делать один подкаталог, как содержимое подкаталога другого. Как вы это можете выполнить? Посмотрите, например, есть такая тула, я специально ее скачал заранее, которая, вот я зайду на диск C, тест, джанкшен. Вот она, джанкшен, это обычная утилитка командной строки. Вот она. Если вы пишете джанкшен с параметром, в этом случае, пожалуйста, мк-линк наше все, мейт-линк. Пожалуйста, можете отсюда создавать, можете джанкнуть на ваше усмотрение. В этом случае вы можете линковать один подкаталог к другому. Так, например, я могу сказать, смотрите-ка, представим себе, что у меня на диске, сейчас я перейду на другой наш диск, на диске E, вот эти папки, это все, я их переименую сейчас немножечко, я скажу, это юзер-1, это, пардон, юзер-2. Это хомовские каталоги пользователей, которые мы предлагаем пользователям, что они монопольно используют доступ к ним. Например, юзер-3. А далее я еще могу сделать где-то там совершенно в другом подкаталоге, какой-нибудь подкаталог, там единичка, в которой пользователи не имеют доступа, внутри него создать, допустим, папочку, которая называется for all users. Смотрите, что я могу выполнить. Допустим, я могу использовать make-link, либо же я могу вот той тулой использовать. Я просто уже привык вот к там джанкшинам. Поэтому я говорю джанкшин, где указываю, я хочу на диске, сейчас я посмотрю, какой он у меня, диск E, E двоеточие, user-1, slash, что я дальше указываю? Я говорю джанкшин директори for all и говорю, подмонтируй с диска E двоеточие, единичка, вот этот файлик. Посмотрите, что произошло. Он так и сделал. В результате пользователь один, когда будет заходить к себе, он у себя будет видеть внутри подкаталог маленький. Как вы его назовете, так он и будет называться. Если он создал некий файлик, этот же файлик автоматом будет создаваться у нас и в этом подкаталоге, как вы видите. Пожалуйста, то есть на ваше усмотрение. Далее что? Я напоминаю, что вы можете еще линковать, в данном случае у меня идет линкование одного подкаталога к другому подкаталогу, но это в рамках одного тома исключительно. Следующее, что вы можете делать, вы можете подмонтировать целые тома к дискам. Например, вы можете сказать, я хочу вот этот диск E, с которым я работаю, вот этот диск E, подмонтировать где-то к диску. Я напишу, создам подкаталог диск E. Друзья, я могу подмонтировать его сюда. Я говорю, change drive letter and pass и говорю, хочу добавить подкаталог на диске C диск E. Окей, окей, окей. Вот у нас на выходе получился, вот он диск E на самом деле, видите, линк такой, в который я захожу и дальше продолжаю работать. В каком случае мы будем использовать вот эти все, да все это было, я рассказываю про NTFS вообще в целом. Когда мы говорим о вот таких линкованиях, мы в данном случае подразумеваем, что я делаю, во-первых, том, в каком случае подмонтирую. У меня на основном диске, на диске C вдруг стало не хватать катастрофически дискового пространства. Я тогда часть данных с какого-то подкаталога могу перенести на отдельный том и подмонтировать его уже как том, грубо говоря. То же самое с сотрудниками, которые я говорил, вот user 1, user 2. В принципе, вы можете делать, что пользователи могут входить в свои подкаталоги, а дальше вы можете работать, чтобы пользователи могли обмениваться файлами внутри своего каталога. То есть он просто скидывает какой-то файлик вот сюда, не лазя ни в какие другие подкаталоги. Идем далее. Следующая фича, естественно, у нас многопотоковость. Когда мы говорим о многопотоковости, чтобы мы могли посмотреть в данном случае, как она выглядит. Посмотрите, господа, я наберу, я выйду на C двоеточие. Скажите, все понимаем, да, команду dir. Я посмотрел, что у меня здесь. Теперь далее. Если мы наберем dir, далее, c двоеточие, касая test1.txt, все знаем, что это будет перенаправлено в файлик текстовый. Давайте посмотрим внимательно. Получилось или не получилось? Я открываю, вот он, test1, вот то, что я выполнял. Хорошо, работает. Теперь идем далее. А если я напишу вот так, двоеточие, что-то вот в таком плане, что это означает? Причем, если я выполню, вот все классно. Вот она, пожалуйста, работает. Видите? Теперь я вот еще раз уберу этот файлик. Мы выполняем данную схему. Обратите внимание, файлик появился. Его размер 0 килобайт. Но внутри пусто. Когда мы говорим вот об этом файлике, что получилось? Вот это, то, что я открываю, это основной поток, с которым я работаю. Основной поток, с которым я работаю. Но на NTFS, у NTFS есть свои другие потоки. Например, в данном случае я создал поток АААА. Вот он. То есть просто именной поток, который используется. Файловая система REFS и FAT-30 и FAT не поддерживают многопотоковость. Сразу же предупреждаю. REFS пока что не поддерживает. Итак, когда мы говорим о многопотоковости, что вы можете в различных потоках хранить? Ну, например, одними из разновидностей, которые мы говорили, когда мы говорили о... Сейчас, секундочку. Я открою этот файлечек. Свойства. У нас была вот такая фишка детали. Вот сейчас не видно. Сейчас не видно. Дело в том, что это все, грубо говоря, чуть-чуть подправили. А раньше здесь были еще дополнительные атрибуты. Например, ключевые слова, файлика. Например, всевозможные какие-нибудь дополнительные параметры, которые вы хотели бы предоставить. Все это в потоках дополнительных. И вот некоторые, кто пользуется, допустим, многими программами, могут видеть, что, например, архиваторы некоторые предлагают вам сценарий, который говорит, вы хотите запаковать файл? И он спрашивает, хотите основной поток или все потоки туда спаковать? Дело в том, что в разных потоках может быть совершенно разная информация. Например, какая-то служебная информация, которую программные продукты будут обрабатывать. Следующая фича, о которой мы поговорим, это уже более приземленные, более понятные нам вещи. Это не что иное, как квотирование. Квотирование было изначально... Да, да, люблю я эту шутку, когда вы в отдельный поток записываете какой-нибудь фильм, и после этого файлик какой-нибудь документ размером 1 мегабайт, и говорит, дай мне его скачать, вы ему даете, и оно у него начинает полчаса заливаться на флешку почему-то. Есть такое дело. Ну ладно, а мы поговорим сейчас о квотах. Когда мы говорим о дисках, о томах, пардон, я напомню, что еще начиная, непосредственно начиная с NT 4.0, квоты на NTFS были. Другое, что в операционной системе не было тулы для управления. И многие производители тогда использовали сторонние тулы для того, чтобы вы могли пользоваться квотами. Хотя квота – это не что иное, как свойство NTFS, где создается, вот как мы MFT запись делаем, есть отдельная запись, которая прописывается о квотах. Я могу включить квотирование, enable quota management, и далее я определяю по умолчанию на все, у нас есть лимиты или нету лимиты на всех. Далее, после того, как я создам, включу лимиты, допустим, не лимитировать, я могу лимитировать квоты по отдельным пользователям каким-то. Добавлять сюда пользователей и говорить, я хочу, допустим, чтобы у меня пользователи users… Ай ты, елки, это же у меня локальный компьютер. Одну секундочку. Я выберу гость, предположим. Гость имел право, мы ставим ему квоту, максимум, лимит, диск, space на… Ну, предположим, я говорю, что я хочу ему лимитировать на 10 гигабайт. Все. Это означает, что тот, кто будет работать у меня из-под гостевой учетной записи, сможет выполнить запись максимум на 10 гигабайт. Плюс я могу поставить 9 гигабайт. Я хотел бы, чтобы у меня производилась… При достижении 9 гигабайт, чтобы у меня производилась запись в журнал-приложение, в Event Viewer, информация о том, кто, что данный пользователь достигает своего лимита. Фактически, warning level. В дополнение, я напоминаю, что вот тут, когда мы работаем с квотами, когда мы работаем вообще с квотами, я могу на весь диск поставить квоты для всех. В данном случае квота применится ко всем, кроме администраторов. У администраторов по умолчанию стоит запись «Не квотировать». И далее что? Это лимит плюс я могу включить функцию, которая будет блокировать записывать тех, кто достиг своей квоты на запись. Хорошо. Теперь пару моментов. Мы говорили о компрессии буквально недавно. Смотрите, какой важный момент я могу сделать. Если я работаю, например, с каким-либо файликом и включу квотирование, ну вот, например, диск Е перейдем, у меня у пользователя один, мы создали какой-нибудь файличек здесь, что-нибудь в него повбиваем, если я включу сжатие файлика, посмотрите внимательно, он-то мне физически будет сжиматься, но при этом все равно его размер с точки зрения квотирования будет ставиться как в оригинальном размере. То есть, квоты считают по основному разделу, а не по компрессированному месту. То есть, учитывайте этот момент. Другой вопрос, что если вы хотите его сжать zip, zip, да, zip это новый файлик мы создаем, и тот уже будет учитываться фактически по оригинальному размеру, по тому, как он уже в сжатом состоянии у нас будет. Так, это что касалось квот. Теперь пару слов о безопасности, господа. Я напоминаю, что файловая система NTFS поддерживает... Одну минутку... Так, одну минуточку, одну минуточку. Когда мы говорим об NTFS, в этом случае у нас поддерживается разрешение. Разрешение. Я напоминаю, что security у нас есть на дисковую подсистему. И плюс, если вы шарите папочки, то на файловые шары. На дисковую подсистему вы можете предоставлять разрешение пользователям и группам. Плюс, я напоминаю, разрешения бывают... Разрешения бывают простые и сложные. Где вот простые permissions, это modify, read and execute, read. Но, если я выберу edit и скажу, меня интересует... Пардон, advanced. И потом выберу администратора, например, меня интересует, какие же у него разрешения. В этом случае он мне покажет, полностью доступно, какие у меня разрешения имеются для этого пользователя. Advanced permissions. Вот из каких разрешений оно у нас состоит. Хочу сразу же заметить, что когда мы не дали явно разрешение пользователю, это означает неявный deny. То есть, нету разрешения абсолютно. Если же мы пользователю дали явный deny, он будет переписывать явно разрешение по allow. То есть, если я тут какому-то пользователю дал разрешение full control, а по ходу поставлю еще одно разрешение, которое будет deny ему в write, ну не full control, а допустим, поставлю разрешение пользователю change, а потом поставлю разрешение deny пользователю на modify, в этом случае он не сможет модифицировать этот файлик. То есть, допустим, я ставлю запрет на запись, deny в write, он не сможет записывать. Я прошу внимания, избегайте таких разрешений, как deny everyone. То есть, как только вы deny everyone, вы тоже входите в группу everyone. Вы сами себе ставите запрет на запись. Итак, это были разрешения. Теперь пару слов по поводу разрешений. Вы можете... Что вы можете делать? Итак, я хочу обратить внимание, разрешения бывают явные и наследуемые. Например, я поставлю разрешение на файлик, либо разрешение пришло с подкаталога, с родительского объекта. Всегда разрешения, которые приходят с родительского объекта, всегда разрешения, которые приходят с родительского объекта, имеют низший приоритет, чем разрешения, явно поставленные на сам объект. Например, если на подкаталог пользователю было поставлено deny-write, deny-modify, что-либо модифицировать, а на файлик пользователю явно поставили read-write-allow, в этом случае allow-явный будет иметь приоритет над наследуемым. Ну и напоминаю еще раз, если вы пользователю никакого разрешения не дадите, в этом случае у пользователя не будет никаких разрешений. Фактически это называется неявный deny. Пару слов еще о шарах. Когда мы шарим, предоставляем в общий доступ папочку specific people, вы можете определить, допустим, everyone, либо вы можете сказать, я хочу read, как будет считаться суммарно разрешение. Если пользователь через сеть подключается к этой файловой шаре, внутри которой на NTFS имеются разрешения, то тогда будет считаться так. Складываются все разрешения пользователя на NTFS. Например, пользователь входит в группу sales и входит в группу маркетинг. Если в группе sales было разрешение modify, допустим, write, а группе маркетинг разрешение delete, то он будет иметь право модифицировать данный файл. Если был какой-то deny, допустим, этот пользователь, который входит в группу маркетинг и sales, допустим, некий товарищ Сидоров, который злостный нарушитель трудовой дисциплины, не имеет явного deny, будет ему поставлен явный deny, то deny имеет приоритет над allow. Фактически что произойдет? Когда пользователь подключается, складываются все группы, в которые он входит, allow, потом отдельно складываются deny, и потом deny вычитается из allow. То есть, если пользователю было дано разрешение, например, change на все, вот он входит в группу sales, и группы sales дано разрешение change, а самому пользователю deny, delete, то он сможет записывать файлики, создавать файлики, но удалять он не сможет. Понятно. Теперь мы говорим, что мы папочку расшарили. Когда мы шарим папку, в этом случае у нас есть только read, read, write, либо же есть еще такое понятие owner, либо full control оно называется. Вот, я говорю, я хочу расшарить, и посмотрите-ка, как оно будет выглядеть. Я говорю, я хотел бы... Ай ты... Меня интересует... Ай ты, елки-палки. Свойства этой папочки. Properties. Sharing. И вот видите, Advanced Sharing. Я говорю, я хочу permissions и дать full control, change, либо read. Так вот, если вы дадите группе пользователей, либо пользователю read, хоть трижды он имеет full control внизу на NTFS, он будет иметь все равно read. То есть, read ему не пропустит full control. И наоборот, если я здесь поставлю full control, а на NTFS поставлю только read, он опять же будет иметь NTFS, он будет иметь read. То есть, если у нас имеются разрешения на NTFS, плюс имеются разрешения на файловой шаре, как будет производиться оценка? Пользователя будет оцениваться все его элауи, все его разрешения на папку NTFS, потом вычитаться все deny, после этого отдельно будет оцениваться все элауи на файловую шару, все deny на файловую шару, и потом выберутся только те, которые общие элауи остались между NTFS и файловой шарой. Вот это следует учитывать. Поэтому, как обычно поступают? Обычно говорят, я хочу, чтобы у меня everyone имел, допустим, change, а уже на NTFS играются более тонкими разрешениями. Если же у вас папка, которую вы шарите, внутри имеют папочки пользователей, на которых они должны будут быть владельцами, фактически сами по себе администраторами, в этом случае вы на файловую шару, в которой такие папки будут, вы ставите full control. А они уже потом будут себе отправить самостоятельно свои разрешения. Full control – это означает модифицирование данных, плюс разрешение править разрешения на объектах. Ну и последняя, наверное, вещь, о которой я хотел бы поговорить еще. А, да, последняя, еще не последняя, еще пару минут тут будет. Это не что иное, как становиться владельцем. Может, да, совершенно верно. Full control позволяет еще перехватывать владение на себя. Ну, а я хотел бы, извините, чуть-чуть позднее начал, где-то минут 7 задержал, так что, прошу прощения, проблемы со звуком были. Когда мы разговариваем о Windows серверах, начиная с Windows сервера 2003 R2, он был вначале примитивный этот пункт. В 2008 его крепко развили, в 2012 еще больше. Появилась новая тула. Ну, как новая? Она уже модифицированная, File Server Resource Manager. Посмотрите, чтобы ее добавить, вы ставите такие вещи, как роль, которая называется File and Storage Manager, File and Scuzzy. И вот тут вот есть такая вещь, как File Server Resource Manager. Когда мы говорим о File Server Resource Manager, это появилась новая тула, которая позволяет нам расширить свойства, расширить управление нашей файловой системой. File Server Resource Manager. Вот открывается тулла. Во-первых, квоты, которые мы делаем на NTFS, это квота только на том, вы не могли управлять квотами на отдельный подкаталог. Здесь же вы теперь можете сказать, я хочу создать, допустим, квоту на подкаталог, предположим, на диск Е, ну вот на каталог 1, я говорю. Далее что? У меня есть уже шаблонные заготовочки, либо же я говорю, я хочу кастомно сделать. И я говорю, я хочу дать лимит на эту папочку в виде хард-квота. Я говорю, допустим, 10 гигабайт, add. Он говорит, если 10 гигабайт достигнуто, нужно ли отправить имейл администратору этой папки с таким содержимым в журнал записи прописывать эту информацию, но он говорит, что у меня SMTP сервер не прописан, выполнить скрипт какой-то можно дополнительно, либо сгенерировать репорт. Окей, я ничего не хочу делать. В данном случае, я говорю, лимит 10 гигабайт, при достижении 85% варнинг у меня, вернее, будет генерироваться варнинг. Я говорю, следующий вариант, при достижении 95% еще раз варнинг я хочу, чтобы у меня поднялся варнинги. Ну, а если добавится 10, будет 10 гигабайт, в этом случае у нас будет хардквота включиться. Есть еще такое понятие софтквота. Пользователь достигнет вот эти 10 гигабайт, но будет продолжать записывать сюда. Я хочу обратить внимание, что вы, когда работаете с квотами, когда вы работаете с квотами, в данном случае, вы делаете не что иное, мне предлагает новый темплейт создать. Тест 1. Вот. Это означает, что я включил квотирование не по пользователям на диске, а по пользователям на отдельной папочке. То есть, вот вы включаете квоты. У нас есть заготовочки, которые определяют, как вести себя. Вот. Мой шаблончик тоже сделался. То есть, я теперь, то, что я делал, оно сохранилось как шаблон. Я могу сказать, я хочу для папки, допустим, пользователя второго. хочу тот же самый шаблон делать. Вот так вот вы можете сделать. Однако, у вас есть второй сценарий. Представьте себе, когда вы создаете, когда вы создаете, играетесь с этими квотами, в этом случае, вы можете выполнить такие действия. Посмотрите-ка. Вы говорите, я хочу создать квоту на папочку, на диске E, допустим, на 1, и говорю не на квоту, а auto-apply template and create quotas on existing and new folder. Это означает, в этом случае, у нас будет производиться применение квоты исключительно на подпапки, а не на родительскую папку. То есть, вы можете вот так вот применить квоты на какую-то папочку, которую вы расшарите и внутри которой будут домашние каталоги пользователей. Квота будет применяться к их под каталогом. Если есть вопрос, а как на пользователей, либо на группы? Нельзя. В данном случае, это работает исключительно на уровне папки. Все, что пользователей, это квоты на томах, о которых мы уже говорили. Следующая фича нашего файл-сервера ресурс-менеджера это скрининг. Файл-скрининг, где вы можете определять, на какие папки вы можете давать разрешение, какие файлики разрешать записывать. Например, вы можете сказать, я хочу на User3 блокировать аудио-видео файлики, либо это у нас заготовочки. Вот тут группы файликов у нас перечислены. Там перечислены какие типы файлов. Либо я могу сказать кастомные. Кастомные свойства, где я говорю, хочу аудио-видео файлики, хочу экзе-файлики, экзекьюшены, чтобы они не могли сохранять сюда. Вот я это делаю. Окей. Create. И что? Он говорит, хочешь свой набор сделать как шаблон? Я говорю, нет, я не хочу. Окей. Ай ты, елки-палки, секундочку. Вот так вот мы делаем. Что у меня произошло? Если у меня теперь внутри этого подкаталога будет создаваться новый файлик, и я его назову. Только я включу сейчас, чтобы отображались у меня расширения. Вот так вот мы сделаем. Show hidden files. Height extensions. Height protect. Все показывает мне. В этом случае, посмотрите, если я попытаюсь переименовать его в mp3, он мне выругается. Говорит, извините, вы не имеете права. То есть я сразу же хочу сказать, что проверка идет исключительно по расширениям. Идет проверка не по содержимому файлу, а по расширению. Так, тут вопрос произошел. Если в папку с квотой в 1 гигабайт сделать junction link на папку с видео, квота исчерпается? Нет, не исчерпается, потому что квота будет считаться по той папке, на которую вы перенесли junction link. Она не делается в родительской папочке. То есть на каждую папку отдельно. Либо, как я говорил, вы можете ставить квоты на тома по пользователю. Следующая фича, которая позволяет вам управлять вашей файловой системой, это классификация файлов. Вы можете цеплять к файликам определенные классификаторы. Ну, например, create-классификатор, который назначается. То есть это свойство определенных файлов. Например, is.ip-address. Я хочу маркировать все файлы, внутри которых имеются ip-адреса, как файлики с ip-адресами перечисленными. Что у меня в данном случае? Какой тип у меня будет? Yes, no, daytime, number, multi-choice list. Если вы выберете multi-choice, то в данном случае какой-то выбор у меня будет. Я выбираю yes, no. Окей. Вот я создал. Далее вы можете создать правило, которое будет определять, которое будет определять, как мне классифицировать файлы. Я файлы могу, посмотрите, сделать, во-первых, classification rule по могу сделать classification rule по входящим при создании непосредственно файлов, чтобы у нас производилось, либо по расписанию. Если я буду говорить по расписанию, у меня в этом случае включится scheduler, который вы опишите, в какое время, как он будет пробегаться, и искать, например, файлики, внутри которых будет содержаться rule name mark as ip. Scope. Он приспрашивает, в каких файликах вы хотите искать. Я говорю, в юзер файлах, в бэкапных, архивных, в аппликейшнах, я говорю, в пользовательских файлах. В каком подкаталоге вы хотите искать, я могу сказать, например, на всем диске f. И что делать? Content Classification, Folder Classifier, я говорю, choose the property to assign. Is IP? Yes, No. Ставить его IP. Evaluation Type, где у меня будет производиться. Одну секундочку. Classification Folder, пардон, пардон, Content Classification, я перепутал, а то фолдер поставил. И я говорю, я хочу, здесь вы можете вписать регулярное выражение, которое будет описывать. Если внутри встречается 3 цифры, точка, опять 3 цифры, точка, плюс там еще 3 цифры, точка, еще, то это означает IP-адрес, то есть регулярными выражениями. И значит этому файлику вы присваиваете значение. Имеется в нем IP-адрес? Да. Как следствие, вы сможете, так, я сейчас сделаю. Как следствие, у вас вот тут в файликах, когда вы будете работать, если вы примените вот эти классификаторы, у вас вот тут будут, вот классификаторы, у вас вот тут появится IP-адрес, классификация, yes. И вы таким образом в дальнейшем сможете управлять этими файликами, искать эти файлы, которые классифицированы, в которых имеется IP-адрес, убивать их, переносить куда-то, бэкапить, накладывать на них правила RMS-сервера и так далее. Ну и последнее, что я хотел по файл-сервер-ресурс-менеджеру заметить. В данном случае на уровне классификация идет по файлику. Обратите внимание, то есть вы делаете правила и говорите на файл, либо же на на каком уровне вы хотите. Сейчас я название ему сделаю. Вы говорите, я хочу скоп, Application File, Classification, Content Classification. И вы можете сказать, что начиная, допустим, с подкаталога, вернее, папку классифицировать, либо файлики Content классифицировать по контенту. Окей. Ай, Value не поставил. Вот здесь мне нужно применить, сказать, если у меня файлики, ну допустим, я говорю, содержится строчка 5, в этом случае, в этом случае, секундочку, вот так вот, то в этом случае применяй классификатор к файликам. Окей. Вот у меня файлик. А теперь что? Я могу применять его Edit Classification Rule, либо могу по расписанию гонять еще этот же классификатор. По расписанию, к какому подкаталогу применять, Root Location, начиная откуда, и выполнять данные действия по классификатору. Эта классификация может использоваться в DAC. Смотрите, вот эта классификация это расширение возможностей, то есть вы можете расширить, это, грубо говоря, атрибуты файла дополнительные, на базе которых вы в дальнейшем добавляете такие вещи, как, например, правила, вот, File Management Tasks, вы можете после этого говорить, файлы, которые содержат классификатор IP, примени на них, шаблон RMS сервера, который запрещает пользователям печатать эти файлы, копировать эти файлы, копипейст использовать функцию и так далее, и так далее, и так далее. То есть, дальше, хотите, PowerShell'ом можете управлять, тем же самым Discretional Access Control List пожалуйста, можете выполнять эти действия. То есть, DAC это одно из возможностей расширения, которые вы можете применять сюда. Я хочу напоследок напомнить, что у вас здесь еще, вот полезная вещь, создание репортов. Вы можете генерировать репорты, я правила создаю, которые, посмотрите, Duplicate Files на диске, File Screening Audit, кто владельцы файлов, и вы можете определять, для каких файлов вы хотите модифицировать, и если хотите, чтобы этот репорт отправлялся, я у себя такое действие постоянно выполняю, и говорю, ты, пожалуйста, ежедневно, в 0 часов, в 1 час, пардон, в 1 час запускайся ежедневно и генерируй все вот эти репорты, вот эти все репорты, отправляй мне. Вещь мега полезная. В чем полезность? Полезность заключается в том, во-первых, он найдет у вас большие файлы. Далее, Очень полезный репорт duplicate files, то есть файлы, которые двойники, там, где менеджеры работают, они могут в разных подкаталогах разные, один и тот же файлик держать, то есть у вас штук 10 таких файлов хранится, и он покажет, сколько дискового пространства у вас польза используется, сколько дискового пространства у вас используется, выкинуто в пустую. Далее, что? Далее, показывает здесь такую информацию по владельцам. Вот этот репорт очень полезен, если пользователь не может записать файлик, а причина какая? Причина заключается в том, что у нас не хватает пользователю квоты. Он говорит, а чего мне не позволяет? Пишет, что квота превышена. Вы, благодаря вот этому репорту, можете увидеть, каким файликом пользователь был владелец. Пожалуйста. Ну и в каком формате эти репорты делать? То есть, вы можете единоразово сгенерировать такой репортик, вот, либо по расписанию ставить, чтобы они генерировались и отправлялись. Господа, я сейчас буду продолжать, я понимаю, что многие сейчас уже будут отключаться, поэтому, что бы я хотел предложить? У меня просьба, вы тихонечко заполните анкетку, это крайне важно для нас. Это крайне важно для нас, а я буду продолжать и сейчас еще Юрий пару слов добавит. Я хочу допомнить, что в Windows сервере 2012 появилось понятие дедубликация. Дедуб... Что это такое? Ага. Ага. Так, чтобы включить дедубликацию, мы должны... Сейчас, секундочку, Том выберу, который меня интересует. Так, я могу сказать, где он мой Томик, вот тот, с которым мы работали. Так, 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 Тома. Вот они, наши Тома, которые работают в диске E. Configure Data Deduplication. Вот. Вы можете включить. Вот. Если вы говорите, я хочу включить дедубликацию, в этом случае у нас включается на какой Том, в каких папках я хочу дедубликацию и по какому расписанию я хочу, чтобы у меня шла дедубликация. Дедубликация выполняется на уровне блоков, на уровне кластеров. Фактически, когда я, когда на Windows сервере 2012 дедубликация работала только лишь с захваченными только с незахваченными файлами, на Windows сервере 2012 R2 у нас дедубликация работает еще и с онлайновыми файликами, файликами, которые захвачены. Например, если у вас крутятся виртуалки, то в этом случае, оно, вот видите, тут даже есть Virtual Desktop Infrastructure сервер. В этом случае вам удобно... Ай, елки-палки. Секунду. У меня VDI здесь не включен. Что будет происходить, когда я включаю дедубликацию? Он будет находить одинаковые блоки по хэшам. Будет находить одинаковые блоки по хэшам, после чего, после того, как блоки были найдены, он дубликатные блоки будет удалять, а в файликах будет делать ссылки на блок. То есть, если у меня был файлик А с блоком А, Б, С, Д и файлик Б с блоком А, Д, Е, Ф, в этом случае блок А один раз будет удален. И останется файлик А, блок А, Б, С, Д, файлик Б, ссылочка на блок А файлика А, потом Д, Е, Ф. Неюзанные не удаляются. Например, будем рисовать сейчас. так, 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 смотрите-ка. Пример. Я открою Notepad. Не, не Notepad. Какой там Notepad? MS Paint. И мы нарисуем, да что ж такое? Paint. Я открываю Paint. И предположим, у меня есть файлик один, я его вот так прописал, который состоит из блоков A, B, C, и D. Далее, если у меня есть файлик 2, у которого у меня имеется блоки, которые по размеру выглядят как, не выглядят как, а одинаковые абсолютно, блок A, C, E, F, то в этом случае, после дедупликации у нас у файликов будет удален вот этот блок, будет удален вот этот блок, а здесь фактически будет ссылка вот сюда и вот сюда. то есть будет просто производиться ссылка на блок A, на блок C, а потом уже естественно блок E и блок F. Когда мы производим модификацию, если в файлике будет в одном из файликов производиться модификация блоков, он полностью перезаписывает блок отдельно по новой, а потом когда будет идти непосредственно уже потом, когда будет идти процесс дедупликации, который мы описали по расписанию, он в этом случае будет анализировать, есть ли такой блок где-то уже у меня среди всех файликов, среди всей файловой системы, пардон, среди оставшихся блоков, и если найдет, то тогда он его уберет. эффективность, если вы используете документы, в этом случае у вас дедупликация позволяет вам порядка, если для документов вот уже пишут, порядка 60%, если вы используете для VHD дисков, то где-то порядка 90% у вас будет свободно, почему 90%, дело в том, что у большинства VHD дисков есть файловая система внутри, где они между собой все одинаковые. Итак, плюс, последнее, что я хотел бы добавить, это, что у нас позволяет еще делать, это Volume Shadow Copy Service, VSS, Shadow Copy, где я могу сказать, я хочу включить Shadow Copy, что оно нам дает, во-первых, я включаю, пишу расписание, в какое время Shadow Copy, фильмы не дедуплицируются, сразу предупреждаю. Так, далее, у меня просьба ко всем, если вы пишете какой-то актуальный вопрос, то есть, там, не ради шутки, начинайте его вот с такого значка, а потом сам вопросик оформляйте, потому что я не могу на все реагировать сейчас. Итак, когда я говорю, я хочу включить Shadow Copy, один из параметров у меня есть, во-первых, сколько у меня лимит на Shadow, это копия, это не бэкапы, это сохранять изменений, сколько будет, по какому расписанию включать Shadow Copy, плюс, где, на этом диске, либо я могу на другой том перенести, предположим, могу сказать, я хочу перенести на другой том. Смотрите, я сделал снэпшотик моего файлика, что у меня происходит. Посмотрите-ка, когда мы работаем с пользователями только через файловую шару, ну вот, я сейчас возьму и расшарю папочку, добавлю Everyone в Full Control, Read Write, посмотрите, как это все будет выглядеть с точки зрения пользователя. Например, у пользователя вот тут был документ. Обратите внимание, я сейчас подключусь к этому серверу User3 и что сделаю? Один файлик создам, один файлик создам, далее я еще еще один файлик создам и внутри них чего-то пропишу еще. Смотрите, как выглядеть у меня все будет. Я сейчас сделаю снапшотик на диске квоте 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 copies и я говорю Create Now. Вот я сделал новый снапшот. После чего обратите внимание, что у меня получается. Пользователь если подключился извне через файловую систему и случайно удалил файл какой-то, видите, я по виде файловой шаре. Ну, пункт первый у меня может быть пользователь чего-то тут удалил файлик. Вот он, текст один. Он может в любой момент правая клавиша Properties и открыть секундочку Previous Version и сказать я хочу вот у меня снэпшоты последний какой был в 5.14 Open и вот мои файлики которые я говорю я хотел бы вот этот файл восстановить на место. Раз. Второе если пользователь модифицировал файлик а потом вспомнил ай а я не хочу а хочу вернуть назад в этом случае опять же свойство файлика может открыть Previous Version вот он находит предыдущие версии этого файлика после чего он может restore либо скопировать его как отдельный альтернативный новый файл то есть у вас две версии этого файлика получится вот пожалуйста все это Volume Shadow Copy вопрос есть ли где-то доки статьи с результатами производительности по производительности не падает потому что это в группа говоря в MFT только лишь ссылки меняются так же как и было раньше вот производительность не падает по дедупликации насколько дедупликация глобальна вопрос непонятен но на том грубо говоря дедупликации либо вы там на подкаталоге можете вы определяете насколько вы можете дедупликацию ставить где вы именно хотите ее использовать далее последний вопрос рекомендуется ли использовать дедупликацию для VM значит виртуалки когда работают сразу же говорим Windows Server 2012 R2 только поддерживает онлайновую дедупликацию значит сразу же предупреждаю когда работает все у вас грубо говоря падения производительности не будет так как все скидывает куда изменения пишутся в отдельные блоки но вот когда будут наступать процесс анализа блоков вот тогда будет падение производительности поэтому смотрите на ваше усмотрение если тестовая среда то да классно использовать дедупликацию в продакшене если виртуалкам требуется интенсивная работа с дисковой подсистемой в этом случае нам нельзя использовать так совместим или DD с тонким резервированием да совместимо вот то что вы только что показывали это только на сервере 2012 про удаление файлов и их восстановление нет данное volume shadow copy сервис стал доступен начиная с windows сервера 2003 пожалуйста используйте обучайте ваших бухгалтеров как восстанавливать свои данные но я напоминаю это не отменяет полноценного бэкапа если у вас рухнет операционкой вы подставите грубо говоря поставите поставите volume shadow copy сервис операционка рухнет а вы потом этот том попытаетесь восстановить на другой системе volume shadow copy вот этих не будет сразу же предупреждаю это операционка ведет их так ну что стоп так есть так если анализ блоков проходит не сразу так это не онлайн а просто процессовая да вы совершенно правы но в 2012 не позволяло сделать дедупликацию для захваченных на запись файлов в 2012 r2 позволяет дедуплицировать захваченные файлы можно подключить теневую копию как диск да можете подключить и можете делать теневую копию на другой диск там внутри был такой нюанс если ночи люди не работают можно ли делать дедупликацию ведь доступ да можно но при этом я напомню что ночью еще обычно делают и резервное копирование поэтому совмещайте одно с другим каким-то образом так вопрос по поводу MSWIT когда будет выложена программа конференции заходите на линк который я выкладывал и там в ближайшие дни будет уже выложена программа сейчас она готовится она практически уже укомплектована единственное на днях она будет так я сейчас господа пару слов передам для демонстрации Юрию буквально пару минут так 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 один момент так я переключаю так теперь пару слов буквально что нового появилось в Starwind так я сейчас переключаю здравствуйте буквально на себя я отключаюсь господа пока идет подготовка задавайте вопросы а я поотвечаю на ваши вопросики все видели изображение второго панитора хорошо тут был вопрос Михаила на тему того можно ли подключать теневые копии дисков в данном случае Андрей вам правильно ответил что с использованием шедоу копия на NFS это невозможно сделать однако это можно сделать если мы будем использовать в качестве хранилища внешний сторож и будем выделять диски именно оттуда я вам сейчас продемонстрирую одно из таких решений опять я вам показываю нашу консоль по созданию дисков и таргетов для того чтобы их можно было подключить на Hypervisor на Windows Server здесь у нас уже есть таргет который создал VSS тест и устройство которое будет нашим диском на котором будем хранить файлы и например файл виртуальных машин у нас сервер в данном случае вы видите только что есть локальный диск так это не тот сервер будем смотреть это у нас консоль диск диск это тот диск которого подключили он не локальный а удаленный и экспортируется нашим Starwind сервисом Starwind сервис находится вот на этом сервисе для того чтобы создать его резервную копию мы воспользуемся командной строкой и я вот сейчас отсюда выйду специальная утилита shadow вызывается таким образом открываем диск я здесь создам какую-нибудь тапочку чтобы были видны изменения вот теперь сделаем резервную копию для этого пишем такие команды сначала вставляем контекст persistent это необходимо для того чтобы можно было потом этот диск смонтировать дальше добавляем том и список для список снапшотов планируемых и даем команду create в данный момент снимается снапшот с этого диска немножко подождем пока пройдут все процессы занимает некоторое время пока это происходит я переключусь на другой сервер и мы посмотрим так вот он уже смонтировался у нас снапшот менеджер это тоже снапшот был заранее сделан 16 часов а вот то что мы сделали сейчас обратно переключаюсь появился снапшот как диск но он не смонтирован буква какая мощь не назначена для того чтобы посмотреть его содержимое необходимо отдать команду expose дальше мы должны указать что мы будем за том монтировать и на какую букву допустим на букву купи есть вот он смонтировался открываем его видим что здесь folder 1 теперь если мы захотим удалить эту копию то есть мы можем теперь с этого диска переписать все что мы ошибочно удалили например после того как все данные с резервной копией восстановлены мы можем expose или сразу удалить эту резервную копию и таким образом освободить место на нашем сторидже делаем такую команду delete addos all например чтобы удалить все копии так он размонтировался и сейчас уйдет общая отсюда так ушел остался только оригинальный том заходим сюда нажимаем refresh что у нас остался потому что windows о нем не узнал теперь уже не знает но мы можем теперь его смонтировать из консоли то есть смонтировался как диск но он остался у нас все равно в архиве вот в этом есть отличие подхода с shadow copy с нтфс и shadow copy с использованием внешнего аппаратного сторожа так теперь вопросы смотрим коллеги просьба вопросы если есть какие-то давайте немножечко поиспользуем это время с пользой пока у нас есть тестовая так насчет родного сказе таргета это вопрос к Андрею я буквально пару слов я его не демонстрировал так как времени не было родной сказе таргет вы можете использовать прекрасно да работает вот но грубо говоря он проигрывает по производительности грубо аппаратным решением всевозможным но вместе с тем это дешевое решение которое позволит вам в компании сделать некий сторож сервер к которому будут подключаться различные сервера ну и кроме того прочего я еще добавлю тебя что с линд решения основное преимущество которое у нас есть это хайвел то есть высокая надежность мы можем гарантировать сохранность данных в случае если одна из надо упала ну вот так я хочу заметить что windows сервере 2012 мр2 там тоже появилась возможность грубо говоря сделать сторож спейсы на кластерах у нас тема кластеризации будет я надеюсь юрий там еще кто-то присоединиться в качестве докладчиков если будем обсуждать отказоустойчивость я планирую несколько сессий не одну а там где-то два вебкаста три вебкаста по кластеризации если живой интерес есть то конечно будем поднимать и более дотошно рассматривать все эти сценарии в общем-то я свою часть показал спасибо за внимание спасибо юрий я буквально пару моментов юра может подождете немножечко так как storage так storage space все равно single point of failure как я понимаю верно нет неверно дело в том что сейчас есть сценарий выпуска серверов где у вас есть внешние диски подключенные одновременно к двум серверам грубо говоря два сервера в одной контрабке есть такое решение которое позволяет вам создать кластер storage space на нем как следствие у вас получается файл серверный кластер ну а дальше полностью отказоустойчивость делается поэтому есть решение по отказоустойчивости для storage space да в данном случае просто речь шла о том что мы можем создавать отдельные копии всех всего диска ведь если требуется это сделать то просто решение на нтфс недостаточно мы должны использовать либо макрософт скайзитаргет либо старвин там в зависимости от тех целей и так значит смотрите коллеги вопрос тут идет актив актив или актив пассив вообще кластера у microsoft работают в сценарии актив пассив но если вы будете организовывать файл сервер ой э scale out файл сервер именно scale out scale out файл сервера вы можете создавать как актив при этом вы можете подымать до 4 нод активных так что она здесь но не поддерживается тогда рейд контроллеры так не совсем понял что значит не поддерживается рейд контроллеры но я думаю что имеется в виду что когда у нас две ноды работают в режиме синхронной репликации это нечто похоже на рейд только это сетевой рейд да да в данном случае используем общий сторож какой-либо только коллеги еще какие-то вопросы по тематике может быть давайте еще раз пройдемся по там разрешением по я подчеркиваю динамический доступ мы оставили на это на актив дарик 3 потому что нужно изучить это тесно связано с актив дарик 3 так для кластерных storage space of только сас hba хосбас адаптер либо сон пожалуйста для кла так для кластеризованных storage space только сас hba да совершенно верно хорошо коллеги больше вопросов таких не вижу если вопросов нету тогда я завершаю запись этот диск должен быть приоттаченный грубо говоря для двух разных это должен быть либо а исказе диск либо сас диск но прикрученный сразу к нескольким нодам хорошо коллеги если будут вопросы по сотрудничеству в этом случае не стесняемся а пишем microsoft . ком обращаемся и тогда поговорим если кто-то хочет какие-то свои темы интересные пишите мне свяжемся по телефону и дальше уже будем обсуждать на этом я всех благодарю спасибо за внимание до скорых встреч я напоминаю в следующий вторник начинаем актив дарик 3